скорее всего вам и без меня понятно как искать заданный ключ в упорядоченном массиве но тем менее идея двоичного поиска может быть проиллюстрирована следующей естественной игрой представьте что я загадал число от 1 до 1000 а вы пытаетесь его угадать задавая мне вопросы верно ли что мое число больше меньше или равно чем то число про которое вы спросите тогда первый же ваш вопрос будет таким верно ли что мое число меньше чем 500 или она равно 500 или она больше чем 500 если вдруг так повезло я вам говорю да ну равно 500 то все вы выиграли если она меньше чем 500 тогда вы начинаете спрашивать верно ли что она вы просите меня его сравнить с числом 250 ну и так далее вопрос почему первым же шагом вы спросите меня про число 500 это происходит потому что вы хотите уменьшить пространство поиска вдвое вне зависимости от того как я вам отвечу то есть если бы вы меня спросили верно ли что мое число меньше чем 950 и я бы вам ответил сюда верно тогда все что вы бы узнали что можно исключить все числа от 951 до 1000 и изначально у вас пространство поиска состояла из 1000 чисел а теперь она состоит имеет размер 950 то есть не так то и хорошо а если спросить про число 500 то чтобы я не ответил либо вы сразу выиграете либо у вас останется всего 500 чисел про которые нужно будет дальше узнавать следующим ходом вы еще уменьшите вдвое останется 250 по 100 останется не больше 250 потом останется не больше чем 125 и так далее довольно быстро вопросов за 10 вы угадаете мое число то есть ведете пространство поиска к размеру 1 соответственно на этой же самой идеи и основан двоичный поиск вот если нам дан такой упорядоченный массив как показано на слайде и мы хотим проверить если там ключ к заданный то первое что мы сделаем это сравним как с со средним элементом этого массива то есть мы проверим верно ли что к там меньше чем 9 или равно 9 или равно 9 или больше 9 если окажется что к меньше 9 тогда мы точно уже знаем что к не может встречаться правее 9 потому что там все числа больше либо равны чем 9 поэтому мы просто можем забыть про правую часть и сделать рекурсивный вызов для левой части например напротив если окажется что к больше чем 9 тогда мы точно знаем что к не может встречаться вот здесь вот в левой части здесь его нету она может встречаться только справа поэтому можно сделать рекурсивный вызов для правой части в общем случае вот так вот могут выглядеть все потенциальные рекурсивные вызовы которые мы сделаем и того первым шагом мы сравниваем наш ключ со средним элементом, если он равен вдруг, то мы сразу победили, все, алгоритм останавливается, если он меньше, то мы делаем рекурсивный вызов для левой части, если больше, то для правой части. Ну и так далее, все эти рекурсивные вызовы тоже каждый может привести к одному из двух других рекурсивных вызовов, но в любом случае за 4 вопроса мы сведемся к массиву размера 1, после чего либо ключ равен этому элементу, либо не равен. Соответственно, можно было бы написать рекурсивный алгоритм, но давайте сразу избавимся от рекурсии, напишем такой итеративный алгоритм. Итак, на вход нам дан массив A размера N и ключ K. Мы с вами заведем два индекса, которые будут задавать нам текущий отрезок в нашем массиве, в котором потенциально может ключ K находиться. Изначально левый конец этого отрезка равен единице, а правый конец равен N, то есть отрезок просто совпадает со всем массивом. В общем случае мы делаем следующее. Вот рассмотрим наш массив A размера N, вот первый индекс, N индекс и вот наш текущий отрезок. Мы уверены, что если ключ K где-то и присутствует, то это может происходить только внутри отрезка от L-элемента до R-элемента. Мы вычисляем индекс середины этого отрезка. Вот вычисляется он как L плюс R пополам. Иногда рекомендуется вычислять M на практике не так, а вот чуть-чуть по-другому. То есть писать, что это равно L плюс R минус L пополам. Чтобы гарантировать, что при вычислении M не произойдет переполнение. То есть при вычислении L плюс R его значение не вылезет из какого-то стандартного типа. Но однако происходит это на совсем каких-то огромных массивах, поэтому не до конца ясно, насколько это важно. Но тем не менее можно такое помнить. Итак, вычислили индекс середины этого отрезка как просто среднеарифметическое его концов и проверяем верно ли, что ключ совпадает с элементом, который лежит вот здесь. Если вдруг совпадает, мы мгновенно тогда индекс этого элемента и возвращаем. Если выясняется, что значение, которое лежит в M-т ячейке, оно больше, чем K, тогда мы знаем, что все, что лежит в ячейках от M до R, оно больше, чем K, просто потому что массив упорядочен. А значит, мы могли бы сделать рекурсивный вызов для отрезка от L до M-1, но вместо того, чтобы его делать, мы просто обновляем значение правого конца отрезка. А именно мы говорим, что теперь наш отрезок идет от L до R, равного M-1. В противном случае, если AM-т оказывается меньшим, чем K, ну тогда мы знаем, что левее, чем M, индекс ключа K оказаться не может. Значит, наш новый отрезок превращается в отрезок от M-1 до R. Итого мы говорим, что теперь левый конец отрезка это M-1. Но в самом конце, если так ничего и не нашлось, мы возвращаем просто минус единицу, чтобы показать, что такого ключа нет. Время работы этого алгоритма будет логарифмическим. А именно, он будет не более, чем логарифм двоичный N итераций цикла пока. Просто потому что на каждом шаге размер нашего текущего отрезка уменьшается вдвое. Соответственно, не более, чем за логарифмическое количество итераций наш отрезок сойдется до отрезка размера 1. Как мы уже с вами обсуждали, мы не пишем с вами основание логарифма, когда пишем O-большое, поскольку все логарифмы по константному основанию отличаются друг от друга мультипликативным константным множителем, который все равно под O-большим съедается. Вот, как видите, если массив упорядочен, то задачу поиска ключа можно решать в нем гораздо быстрее. Это первое заключение, которое мы здесь увидели. А второе, что это и есть классический пример метода разделяй и властвуй. Вместо того, чтобы решать исходную задачу, мы здесь ее разбили на самом деле на одну всего маленькую подзадачу вдвое меньшего размера, ее решили и выдали просто ответ. То есть собирать здесь решение для исходной подзадачи из решений для подзадач даже не пришлось, потому что подзадача здесь всегда одна и она все время вдвое меньшего размера. В следующих лекциях мы увидим более сложное применение этого метода.